Добрый вечер, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. Наш гость сегодня, главный редактор журнала «За Нью Таймс» Евгения Альбац. Здравствуйте, Евгения Марковна. Здрасте, здрасте. У нас есть всё необходимое, чтобы задавать вопросы в ходе эфира. Плюс 7-985-970-4545. Зрители сетевизора ещё и устраивают отдельное голосование, поддерживая или не соглашаясь с тем, что говорит гость. Вот есть несколько вопросов, таких, я бы сказала, последних недель актуальности. И, в частности, вот спрашивает нас Вова. Вы можете объяснить, что за история с регистрацией и нерегистрацией Парнаса? На днях прошла информация, что всё хорошо, заключили мировое соглашение, друг к другу без претензий. Парнас регистрирует. Вдруг сегодня Мосгорсуд признал законность отказа Минюстам в регистрации. Ничего не понимаю. Верховному суду понадобится несколько заседаний, чтобы поставить точку в деле о республиканской партии. Это тоже сегодняшнее сообщение. У нас вообще, что происходит с партийным строительством? У нас новые сейчас все партии появятся, старые так и не восстановятся? Или всё-таки старым тоже разрешат что-то поделать? Я думаю, что у нас что-то происходит с государственной властью, вообще с институтом государства, в котором сейчас образовалось, такое идёт смутное время. Несколько центров силы. У нас на одном маленьком пятачке образовалось два президента, один избранный, другой действующий. Соответственно, у нас уникальная ситуация, когда администрация президента уже выстраивается под ещё не инаугурированного президента. Поэтому, так я понимаю, из разных концов раздаются разные сигналы. Из одного конца идёт сигнал всех в кутузку, из другого конца раздаётся сигнал выпустить из кутузки. Из одного центра раздаётся сигнал политической реформы, а из другого в гробу я видал вашу политическую реформу. Вот это мы сейчас и наблюдаем. С одного конца у нас оттепель, а с другого заморозки. Я так понимаю, что это вот такая вот погода. Ну, а теперь я как-то так сказала бы, что уже немножко подёргивается литком, но ещё уточка плавает. Вот об уточке, которая ещё плавает. У нас в очередном, в основном чтении принят сегодня, во втором чтении принят сегодня закон о партиях, предложенная тоже одна из инициатив президента Медведева. Осталась вот эта волшебная цифра в 500 человек, которые требуются для создания партии. Ну и вообще некая либерализация и облегчение жизни в принципе в партийном строительстве. Допустим, всё будет принято вот приблизительно в таком виде, и никаких подводных камней там не появится в связи с поправками. Что это даст? Самый важный подводный камень заключается в том, что администрация президента категорически отказывается разрешить избирательные блоки. Поэтому идея сейчас в том, что создастся много разных маленьких партий, которые должны друг другу перегрызать глотку. Это, конечно, для нашей власти лучший вариант, потому что, ну понятно, друг другом борются, в это время можно делать всё, что угодно. Поэтому оппозиция всячески настаивает на разрешении избирательных блоков. При этом, как верно заметил один из моих собеседников, в конце концов плевать разрешат или не разрешат, значит научимся создавать виртуальные избирательные блоки. Мне кажется, очень важная история, чтобы партии могли нормально регистрироваться, чтобы не происходило того, что произошло с республиканской партией, с Парнасом, с другой Россией, с многими другими. И дальше оппозиции надо будет учиться выстраивать в интернете виртуальную торговую площадку, где будут сопрягаться разные группы интересов, где будут договариваться и в том числе создавать избирательные блоки. — Но ведь это та самая проблема объединения, которая уже, я не знаю, оскомину набила всем, потому что в конечном итоге, когда речь идёт о том, чтобы выдвинуть кандидата куда-то, чтобы выдвинуть единого лидера куда-то, выясняется, что никто пока не хочет поступиться своим хоть маленьким, но существенным статусом, головы чего-нибудь. С этим-то что-то можно сделать? — Знаете, Оль, демократия — это и есть процесс обучения. Вот почему наша власть так не хочет демократии? Потому что она понимает, что когда люди разговаривают друг с другом, не бьют морду, а разговаривают друг с другом, они учатся договариваться, и они учатся объединяться. Вот, собственно, это мы наблюдали на Болотной, на Сахарова. Когда они забывают о том, что надо объединяться, мы наблюдаем какие-то другие варианты. При этом не забывайте, что все эти годы существовал такой замечательный механизм, как пообещать, предположим, какой-то партии Тыблока или Апельсина, 3 миллиона долларов на существование, в обмен на то, что она ни с кем никогда не сядет за один стол или ещё какой предмет. Это очень была такая мудрая политика со стороны Владислава Юрьевича Суркова и вообще отдела внутренней политики администрации президента, которая удачно функционировала последние 12 лет. Вот сейчас оппозиции надо будет научиться договариваться только с теми, кто ни при каких условиях не будет на коротком поводке у власти. — А такие гарантии что-то может дать? Никогда не ходить, я не знаю, на встречу с тем же Сурковым? Или я уже не знаю, с кем потом? — Да нет, ходить на встречу-то надо. Надо встречаться теперь с Володиным, надо со всеми встречаться. Это нормальная история. Вот только деньги не надо брать. Вот это, с моей точки зрения, совершенно очевидная вещь. — Обеспечить нам эту гарантию может только полная прозрачность? — Только полная прозрачность и точное понимание, что, так сказать, избирателем оппозиции являются граждане, а не власть. — Это, на самом деле, самое важное в нашем разговоре. Эта программа «Особое мнение», мы прерываемся ненадолго. Здесь в студии главный редактор журнала «The New Times» Евгений Альбац. Меня зовут Ольга Журавлёва, никуда не уходите. Нужно постановление на вскрытие. — Сейчас выпишем. — Опергруппа. Их мало. — Ну где орлы-то твои? — Ну сейчас. — Затони шустрые. — Опергруппа, блин. — Быстро думают. — А это значит что? — Быстро действуют. — Выходим быстро, руки на машину! — Все, 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 все. — А это непросто. — Вот же чертова работа, а. — Вот. — Что вот? — Но профессионалы потому так и называются. — Стоять оружие на землю! — Что дело свое они доводят до конца. — Это ж не ваш район. — Теперь мой. — Чего бы это не стоило. — А вообще молодцы, Опергруппа. Хорошее дело провели. Опергруппа 2 на канале Артевиай. — А что стоим? Пошли. — А, ну да. — Работнички. — И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. Наш гость, главный редактор журнала «Средний Таймс» Евгений Альбац. Мы продолжаем. Евгения Марковна, мы уже вначале сказали о том, что вы сказали о том, что есть вот две стороны. Пока у нас вот есть вроде бы либеральные перемены и вроде бы закручивание гаек с другого конца. То время как в парламенте вроде бы проходит такой радостный для нас закон, ну, либерализующий, во всяком случае, в какой-то степени нашу жизнь, у нас вот сегодня обнаружилась такая вот история, о которой мы очень давно не вспоминали. Очередное обвинение в экстремизме заведения уголовного дела за блок. Ну, блок, уже говорили о том, что он может быть средством массовой информации, это всё уже обсуждалось. Но, тем не менее, вот конкретно, по конкретному человеку, журналисту, который говорил вот об этом злосчастном снегоходе, на котором надо что-то прорывать. Значит, я пошла специально и прослушала эту запись, интервью с нашим коллегой Аркадием Бабченко. Кто не знает, у него блог называется «Страшена запаса», поскольку он был во время, в Чечне, и был там страшной запас, где он аргументирует свою позицию. И на протяжении всего интервью он говорит о том, что наша задача — это ненасильственная смена власти. Это Аркадий всё время подчёркивает. Причём, заметьте, это человек, который прошёл через войну. И что такое кровь и насилие, он знает не так, как Якименко, сидя у себя в кабинете, а он знает, потому что он пощупал её руками. Для него война — это очень серьёзно, для него оружие и насилие очень серьёзно. Теперь я, когда прочитала об этом исковом заявлении, которое, значит, в блоге у того же Аркадия опубликовано, я взяла любимую книжку, которая называется «Конституция Российской Федерации». Напоминаю, что у нас Конституция является законом прямого действия. Статья 18 говорит о том, что права и свобода человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл содержания и применения законов, деятельности законодательно-исполнительной власти. Значит, в эту знаменитую вторую главу входит и право граждан на митинги и собрания. То есть это записано в Конституции, и это, соответственно, является непосредственно действующим правом сограждан. Дальше здесь, я напомню, что статья 31 Конституции Российской Федерации. Значит, в Российской Федерации, статья 55, в Российской Федерации не должны сдаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Очевидно совершенно, что закон, который существует в Москве и который существует в других городах, который ограничивает право на собрание и требует согласования, согласование. Разрешать они не имеют права, потому что это наши непосредственные права. Только референдумом можно изменить статьи второй главы Конституции Российской Федерации или Конституционным собранием. Значит, не должны издавать законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. В каких условиях такое может быть введен порядок, когда надо ходить и бесконечно власти спрашивать. Нам тут можно вдвоем собраться? Потому что мы уже знаем, если стоит в пикете один человек, как было, например, в субботу экологи ставили свои пикеты. К нему кто-то присоединяется, уже два человека винтят ОМОН. Вот то, что делает ОМОН, является прямым нарушением Конституции Российской Федерации. Просто прямым нарушением. Когда это можно делать? В условиях статьи 56, в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты Конституционного троя в соответствии с федеральным и Конституционным законом могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. Таким образом, можно говорить о том, что когда ограничивает право граждан на свободу собраний, это де-факто является введением в стране чрезвычайного положения. Значит, если наши начальники ввели в стране чрезвычайное положение, то будьте любезны соблюсти эту процедуру, провести как положено закон о чрезвычайном положении и указать сроки его действия. Если в стране нет чрезвычайного положения, то вот этот иск Екименко является ничем иным, как попыткой давления на одного из граждан Российской Федерации. Есть только один момент. Собственно, к чему, я так понимаю, главная была привязка, не скажу претензия, искателей, тех, кто подал иск, к тому, что среди прочих вещей, которые он рассуждал вообще о необходимости массового протеста и о том, что его нужно продолжать, и он будет там оказывать действие и так далее. Среди прочего было сказано, что надо прорвать оцепление, прорвать там ряды ОМОНа, хоть на снегоуборочной машине. Вот, собственно, весь экстремизм. И это его мнение. При этом, еще раз повторяю, если вы читаете не только этот иск господина Екименко, одного из лидеров наших, а мы знаем, что такое наше, да, а если вы зайдете в блог Аркадия Бабченко и прослушаете это интервью, то на протяжении всего интервью Аркадий говорит, наша задача является ненасильственная смена власти. Когда он говорит о прорыве оцепления, он говорит о том, что мы имеем право на протест. Когда власть нарушает законы, эта власть виновата в том, что она побуждает других нарушать законы. Если власть нарушает вторую главу Конституции, где записаны наши права и свободы, она тем самым совершает преступление. Она совершает преступление. А граждане, которые пытаются настоять на своем праве собраний, на самом деле, таким образом, борются за Конституцию Российской Федерации. Вот о чем я говорю. Об этом написано несколько глав во втором трактате о правлении Джона Лока. Народ имеет право на революцию, говорит Джон Лок, в ситуации, когда власть посягает на его свободы и его собственность. В этой ситуации, говорит Джон Лок, власть становится мятежником. Власть себя уводит из правового поля. Она является мятежником. В этой ситуации народ имеет право на революцию. Под революцией Джон Лок, прежде всего, имеет конституционную смену власти, перевыборы парламента. Можно ли сказать, что в этом блоге журналист действительно призывал к революции, как вам кажется? Нет, конечно. То есть, что значит призывал? Во-первых, у нас еще призывы к революции не с каких пор у нас это объявляется противоправным действием. Потому что мы это можем в любом суде подвести под свержение законно избранной власти. Это является нарушением Конституции Российской Федерации. Это абсолютное право граждан требовать смены власти. Это наше право. Нам оно гарантировано Конституцией Российской Федерации. Пишет нам Константин, участник. В данном случае вот этот ОМОН, который оккупировал улицы любимого города, и вот это полу-де-факто чрезвычайное положение, которое было введено в Москве после замечательной победы Путина Владимира Владимировича, то есть победа была настолько очевидной, что для этого потребовалось сюда завести тысячи человек ОМОНа. Вот это как раз ОМОН нарушал Конституцию Российской Федерации. И в этой ситуации власти Москвы, по сути, приняли на себя роль мятежников, потому что они нарушали право граждан и их конституционное право на свободу. Вот по поводу прав граждан пишет нам Алифсик, по-моему, так он подписался. НТВ оскорбил граждан, пишет он об известном фильме «Анатомия протеста». Граждане возмущены, а власть не реагирует на оскорбление. Следовательно, власти граждане не нужны. Почему власть не защищает своих граждан от оскорблений? Константин подхватывает, где я могу получить деньги и печенье от ГАЗДЭПа. Неужели их зажал кулистик? Я в субботу раздавала всем печеньки. Поэтому пришел бы на митинг на Пушкинскую и получил бы. Теперь не дай бог, чтобы власть вмешивалась в эту коллизию. Вот это вообще тут власти делать нечего. Причем тут это? НТВ является частной телевизионной компанией. Это предмет разбирательства между компанией, которая нарушила свои профессиональные обязанности и просто врет. Вот мы можем зафиксировать, что в «Анатомии протеста» содержится ложь. Более того, мы сейчас в журнале очень пристально занимаемся этим делом. Там в наличии все признаки кражи чужой интеллектуальной собственности, чужих видео и фотоматериалов. Введение в заблуждение еще некоторых людей. Ну, введение в заблуждение... Ну, когда люди берут интервью, не говорят для чего и о чем. Вероятно. Но, значит, это предмет, безусловно, разбирательства. А власть в это не должна ни в коем случае влезать. Это дело между нами, гражданами, и частной компанией НТВ. Вот подавать иски, коллективные иски... Конечно, этот коллективный иск можно было бы им вчинить за милую душу. Показывать, говорить и доказывать, что там содержится ложь, безусловно, надо. И я, честно говоря, вот на сайте Эх Москвы появилось заявление российского офиса Procter & Gamble, которое показывает, что рекламодатели компании испуганы до предельной степени. До предельной степени. Они отлично понимают, ваше какое же дерьмо они попали. Мне ужасно будет интересно прочитать комментарий международного офиса, или американского офиса Procter & Gamble. Да? Они отлично понимают, что если компанию против этой лжи, выданной частной компанией НТВ в эфире, поддержат наши коллеги в других странах мира, то Procter & Gamble, весь офис наденет памперсы Procter & Gamble. Тоже акция протеста, я бы сказала. Я считаю, что на самом деле это очень... Ну, когда я имею в виду надену памперсы, я имею в виду, что штаны у них будут мокрые. Вот впрямую. А теперь это распространенная форма протеста, которая существует и в европейских кранах, и которую обожают в Соединенных Штатах. Когда? И чего безумно боятся компании, которые торгуют товарами? Безумно, да, боятся, потому что они понимают, что если люди объединяются и говорят, мы не будем покупать ваш товар, потому что вы с помощью своей рекламы спонсируете ложь, откровенную ложь и оскорбление людей, а то, что было в анатомии протеста, это ложь и оскорбление десятков тысяч наших сограждан, и меня в том числе, то мы не будем покупать ваш товар. Это очень работающий механизм. Безумно боятся. Поэтому мне кажется, что это очень правильное направление действия. Возвращаясь чуть-чуть выше к предыдущему тезису. Кстати, вы заметили, что в этом заявлении, во всяком случае, так как она опубликована, ведь нет ни одной подписи. Там не указано. Там говорится, что это российский офис Procter & Gebel. И ни одной подписи. Может быть, я чего не увидела. Может, я чего не увидела, конечно. Но анонимные воззвания и письма – это тоже определенный знак. Но они должны понимать, что журналисты умеют объединяться. Что вот такое заявление Procter & Gebel – это сигнал международным журналистским организациям объединяться. Потому что мы все заинтересованы, журналисты в любой стране мира, мы заинтересованы в том, чтобы информация не превращалась в государственную пропаганду. Чтобы правда не подменялась ложью. Чтобы на экранах телевизоров в любой стране мира не появлялась экранизация 1984 года Орвила. Только и Министерство правды, которое нам продемонстрировало НТВ. Вот если они хотят действительно довести до того, что объединятся международные организации журналистов в разных странах мира, то я искренне не завидую офису Procter & Gebel. Да не только ему. Но, с другой стороны, Сергей Спензе пишет, а много ли потерял Лукоил? Да забыли про ту аварию. Была же такая инициатива. Это неправда. Сообщаю вам, дорогие друзья, товарищи, что Лукоил, хотя, конечно, они об этом не объявляли. Лукоил, а еще более различные подрядчики Лукоила очень даже много потеряли. Счет шел на десятки, а кто-то говорит на сотни миллионов долларов. Еще раз повторяю, это очень эффективные компании во всем мире. Особенно, когда это касается товаров, которые покупают молодые рассерженные горожане. Это Евгений Альбас, главный редактор журнала «The New Times» со своим особым мнением. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. Забудьте все ваши старомодные давилки, выжималки и душилки. Забудьте расплющенные овощи и застрявший чеснок. Не выбрасывайте больше ваши деньги на громоздкие кухонные комбайны. Сегодня мы совершим революцию на вашей кухне. Мы покажем вам, как сделать ваше блюдо более свежими, более вкусными, а вашу кухню более чистой. Сегодня вы узнаете, почему вам больше никогда не понадобится чистить лук и чеснок. Вы также узнаете, как можно быстро и красиво нарезать зелень и сохранить ее свежей. Все это вы сможете сделать с помощью ЧОП-ЧОП, революционной системы нарезки и хранения для профессионалов. Это первый в мире кухонный аппарат, который режет, шинкует и в то же время позволяет держать вашу кухню в чистоте. Взгляните, достаточно всего несколько раз нажать и мы получаем идеально нарезанный укроп. Вы можете сразу использовать свеженарезанную зелень, а остаток не перекладывая убрать в холодильник. Для этой цели в каждый набор ЧОП-ЧОП входит два контейнера и две крышечки. Обратите внимание на этот нож. Его длина 34 сантиметра и он сделан из нержавеющей стали. А когда я нажимаю, нож еще и поворачивается вокруг своей оси. Вы только посмотрите, он острый как бритва и разрезает маслину почти без давления. Вам достаточно нажать всего один раз и вы уже порезали ваше яблоко на 6 частей. Если вы нажмете еще раз, то у вас уже будет 12 частей. Но несмотря на это, у вас никогда не получится каши. Потому что в отличие от других кухонных приборов, этот острый нож режет, а не раздавливает. Или возьмем, к примеру, орехи. Не существует ни одного кухонного прибора, который мог бы грубо нарезать орехи. А с помощью ЧОП-ЧОП вы сможете, сохраняя чистоту на кухне, получить идеально нарезанные орехи. Звоните и заказывайте прямо сейчас по телефону на ваших экранах. Сенсация! Прокат автомобилей от 19 евро в день на все случаи жизни. Мы предлагаем широкий выбор автомобилей ведущих производителей. Например, Рено Трафик. Идеально для дальних путешествий и групповых поездок. Вместимость до 9 человек. Рено Мастер. Идеальное решение для переезда и перевозок средних грузов. Меган Кабрио и Джип. Прокатитесь шиком и ветерком. Внимание! Специально для гостей Берлина. Прокат автомобилей без залога. И экспресс-сервис на русском языке. Автохаус Кауфман. Путешествуйте с комфортом. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва. Наши гости — Евгений Альбац, главный редактор журнала «The New Times». И мы продолжаем. Возвращаясь к протесту и к анатомии протеста, уж извините. Вот Изюмский пишет под таким ником «Человек». Перед выборами президента протесты, еще кое-как они воспринимались, эти митинги, вот эти самые. А теперь все стало на свои места. Бьют ничуть не меньше, чем раньше били. Ну а теперь, когда еще Путин разрешил базу НАТО организовать в России, не базу, не базу, перевалочный пункт, насколько нам известно из сообщений официальных лиц. Теперь он вообще на коне. Ведь база не зря строится для того, чтобы США и Запад глаза прикрыли на то, что Путин в стране будет творить. Вот что происходит в голове. Да, в голове происходит тяжелое. Значит, только я хочу, заканчивая тему предыдущего разговора, если вы позволите, одно очень вот для меня принципиально важную вещь сказать. Канал НТВ и журналисты НТВ имеют право высказывать абсолютно любое мнение по поводу протестующих. Они их могут не любить, они могут их называть всякими бранными словами, они могут говорить, что это разрушители отечества. Это абсолютное их право. Абсолютное их право. И я, как многие мои коллеги, всегда будем бороться за право НТВ, вылить на нашу голову ведро с дерьмом. Это вперед, ребята, пожалуйста. Но, что касается анатомии протеста, там использовались фальсификации. Там использовались ложные факты для того, чтобы доказать, что люди, которые выходили на акцию «Белое кольцо», сделали это за деньги. Вот, я думаю, что протест многих людей именно против этого. Это ровно так же, для меня, кстати, поразительно. Ведь один раз Путин уже сам лично наступил на эти грабли и получил древком по голове, не знаменем, а граблями по голове, когда заявил о том, что Газдеп профинансировал людей, которые выходили на Болотную. После этого он увидел 100 тысяч с лишним человек на проспекте Сахарова. Сейчас вот ровно то же самое сделала телекомпания НТВ в этой анатомии протеста. Я могу утверждать, что те кадры, в которых утверждается, что людям, которые выходили на «Белое кольцо», платили деньги, я могу утверждать, что это подтасовка, что это здесь снято абсолютно из другого видео. И это были эти кадры взяты для доказательства лжи. Вот против этого люди имеют право протестовать, потому что людей обединили в том, что они на самом деле не по своим убеждениям выходили на улицу, а им там какие-то шаромышники платили бабки. Вот это просто очень важно. А что там? Они могут говорить НТВшники, думайте о нас, что угодно. Обо мне, о всех остальных, ради бога. Ну, что делать? Нравится говном бросаться в эфире? Ну, бывает такое. Людям иногда нравятся всякие бывают отклонения. Но это вопрос, так сказать, к привязанностям господина Кулистикова личного. Ну, что бывает? Так все же. Теперь, что касается протестов. Значит, если вы посмотрите, вот у нас в журнале мы опубликовали статью замечательного специалиста по режимам профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимира Гельмана. Есть несколько моделей ненасильственного падения авторитарных режимов. То есть тех режимов, которые узурпируют власть и отнимают права и свободы у сограждан. Если вы посмотрите, то во всех трех вариантах, и когда были массовые протесты и широкое оппозиционное движение, как в польческой солидарности, где 9 миллионов было членов, и в варианте, когда реабилитация шла сверху, как было в Южной Корее и в Советском Союзе, и в варианте, когда это был двуединый такой процесс и сверху, и снизу, как он был, например, в Мексике, всегда и везде большую роль играли массовые протесты. Потому что... По двум причинам. Первое. Люди соглашаются на то, чтобы ими правили автократы, не потому что они слабы, а потому что в этом есть у кого-то какие-то интересы. А автократия довольно выгодна для больших бизнесов. Для бизнесов, которые так или иначе связаны с государством. По простой причине. Легче договариваться. Легче договориться с одним автократом и проплатить его сверху донизу, чем договариваться, я не знаю, с парламентом или с политическими партиями. Да и вообще-то это чехардой президентской. Каждые 4 года новый будет приходить. Зачем это нужно? Ну да. Значит, поэтому вокруг автократа всегда выстраиваются такие клиентели, которые получают преференции и постараются всеми силами никого к этому любимому телу не пропустить. И занимаются вот этим, значит, способом, в виде наличном варианте. При этом, когда... Это ведь все стоит денег, да? Близость к телу она имеет вполне понятную, известную, там, или малоизвестную, тем не понятно, что это большие деньги. Это так называемые рентные платежи. Значит, когда люди выходят на улицы в том или ином государстве, то вот эти самые клиентели, которые проплачивают автократов, они начинают задавать себе вопрос. Собственно, мы ведь платим за то, чтобы, в том числе, за то, чтобы нас защищали, чтобы наш автократ защищал от тех, кто говорит, что, знаете, дайте нам тоже немножечко вашего богатства. Да? Ну, в том числе. А когда люди, когда десятки тысяч или сотни тысяч людей выходят на улицы, начинается то, что происходит процесс раскола элит, когда часть элиты говорит автократу, парень, все чудесно с тобой было, но ты нас не защищаешь внутри страны. При этом за пределами Отечества у слабого такого правителя, да, против которого протестуют собственные граждане в большом количестве, тоже возникает проблема по части лоббирования интересов этих самых клиентелей. Вот когда происходит такой раскол элит, это очень важная история. Этот раскол элит произошел в конце Советского Союза, да, этот раскол элит произошел в Мексике в начале 90-х годов, да. Поэтому в этом один из главных смыслов протеста. Когда элиты начинают понимать, что смысла платить деньги автократу нет никакого. Подрывает финансовую основу режима, вы хотите сказать. Нет, это не режим, это подрывает финансовую основу закрытой корпорации, которая контролирует, которая находится у власти. В этом смысл на самом деле протестов. Второй смысл протестов заключается в том, что это позволяет людям объединяться в условиях автократических режимов, когда основные каналы информации, то есть телевидение, представляют собой нон-стоп НТВ или НТВ нон-стоп, да, людям очень трудно объединяться. Они только все время слышат про то, какие они плохие, продажные и так далее, да. Когда люди выходят на улицу, они чувствуют, что называется, плечо друг друга. Они понимают, что они не одни. Особенно это важно, когда для маленьких городков, да, потому что там в условиях подавляющей местной власти, да, очень трудно людям объединяться, потому что страшно. Людям очень важно чувствовать, что они не одиноки. Есть люди, которые выходят с одиночным протестом. Есть люди, которые, как в 68-м году вышли на Красную площадь, точно зная, что их отправят в лагеря. Их было семь человек. Но на самом деле людям важно знать, что их много, потому что они понимают, что тысячную толпу ОМОН разгонит. Пятитысячную толпу там тоже, мы наблюдали, что было на Пушкинской площади, отберет некоторое количество людей, побьет и отправит, значит, по СИЗО. А когда выходит 10 тысяч человек или 30 тысяч человек, или 100 тысяч человек, то ОМОН 10 раз подумает. Невозможно ведь воевать с собственным народом. Война с собственным народом называется гражданская война. Поэтому, когда автократ оказывает, видит, что многие десятки тысяч людей выходят и протестуют, он вынужден договариваться. Вот ровно это мы наблюдали и после Болотной, и после Сахаровой. И, собственно, политическая реформа восходит именно к тому, к пониманию, что огромное число людей действительно против. Вы вспомните, что еще год назад президент Медведев говорил, что выбора губернатора на нашем сроке не будет, а сейчас ровно эти поправки внесены в Государственную Думу о возможности прямого избрания губернатов. Все бы хорошо, если бы не постоянная оглядка на Беларусь. Это неправильная оглядка, забудьте про Беларусь. Значит, Лукашенко завтра бы не было в Беларуси. Мы с Александром Григорьевичем все время дискутируем в такой удаленном формате. Он на пресс-конференциях, там, говорит, Альбат сказала, я ему пишу письма, Александр Григорьевич, дайте интервью, скажите мне это впрямую. Он интервью мне боится давать. Но, значит, поэтому нам приходится так с ним общаться. Так вот, президента Лукашенко не было бы у власти на следующий день после того, как Россия перестала бы субсидировать поставки газа в Беларусь. Вот как только Беларусь пришлось бы платить за газ европейскую цену, как только мы перестали бы помогать Беларуси кредитами, которые мы и даем, а ведь никто, практически никто, кроме России, не дает батьке столько денег, сколько мы даем. Потому что все остальные или большинство других стран мира, прежде всего Европейского Союза, поставили это в жесткую зависимость от соблюдения прав и свобод. Мы единственные, кто его финансируем. Вот как только это бы закончилась, помощь со стороны России, то батька Лукашенко, я думаю, искал бы где-нибудь прикрытие в Зимбабве, если бы пустили. Но сейчас пока получается так, что мы в том числе и смертные казни финансируем. Теперь никакой сравнения с Беларусью невозможно. Посмотрите данные валового внутреннего продукта на души населения в России и в Беларуси. И вы увидите, что сравнивать Россию и Беларусь абсолютно невозможно. Может, это и к счастью. К счастью, конечно. Главный редактор журнала The New Times Евгений Альбас со своим особым мнением. Меня зовут Ольга Журавлева. Всего доброго. Спасибо.